Был хейбати? Нет хейбати. Ничего личного, просто все уже. Набрал на скорую руку, так-так-так, суету сделал. Больше поддержка ощущается со стороны, конечно, казахов. Силем ведения именно в стойке, да, который мне больше, по моей ортопометрии, так сказать. Их было раза в три-четыре больше. 900 билетов купили таджики. Психологически я их сломал своим весом. Один раунд я забрал, как минимум. Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Арсанда Циф. И сегодня в рамках информационного агентства Обзор Пресс мы расскажем о том, как организация готовится к турниру AMC Fight Nets Global. Это сотый юбилейный турнир. И начинаем мы наш материал с владельца данной лиги Амира Мурадова. Амира, салам алейкум. Амира, салам алейкум. Амира, уже прошло довольно немало времени с объединением такой некой коллаборации организации. Расскажи о том, насколько продуктивна она сейчас. Все ли идет по плану? Я, честно говоря, даже удивлен, что мы уже на таком начальном этапе провели такое множество число турниров. И какие-то были недочеты первые. Но сейчас уже я вижу, что мы плотно работаем. Начали наши коллеги с коллегами вместе. Плодотворно работают. Все исправились, все ошибки. Я думаю, на этом турнире мы покажем, что мы уже вышли, скажем, на другой уровень немножко. Окей, немножко заострим свое внимание на карте. Кого бы ты лично отметил? Какие-то поединки для тебя, может быть, интересные? Каких-то спортсменов? Если честно сказать, я бы отметил, наверное, один из главных боев. Это Нурло Алиев и Крюков. Потому что Крюков является фанатом «Локомотива». И большое количество местных спортсменов, болел фанатов «Локомотива» придут поддержать его. Уже куплено достаточно большое количество билетов. А Нурло, не секрет, что он любимец таджийской публики. И уже было подано на них билетов около 2000 человек. Только ребята из Таджикистана будут поболеть за Нурло. Это можно, наверное, будет измерять децибелами на арене шум, которые будут при их выходе на бой. Кстати, не могу не спросить по поводу охраны. Наверняка вы заострили свое внимание на этом. Потому что я слышал, только 900 уже представителей Таджикистана взяло билеты. Огромное количество вообще разного контингента. Азии, центральных городов России. Немножко вот об этом расскажите. Да, мы с самого начала это уже все распланировали. Посадка болельщиков, то есть охрана, чоп, все сделано на высшем уровне. Дополнительное количество охраны будет прилично самой клетки. То есть все будет на высшем уровне и никто ничего не подберется никуда. Окей. Так, что я хотел спросить? Что я хотел спросить? А, извини. Не могу не спросить по поводу арены. Были разговоры о том, вначале у вас была запланирована одна, а сейчас вроде ВТБ арена. Вот об этом немножко детальнее. Почему поменяли локацию? Да, ну, как я понимаю, что на ГЦК России, там, в Лужниках, условия чуть не подходили под наш миллионный турнир. Поэтому мы ждали. Динамо, хоккейный клуб, он играл в три серии, проиграл. И он уже вылетел из этого плей-офф. И поэтому ВТБ арена освободилась. И мы сразу же заняли ее заранее. Мы прямо же сидели ждали, как Динамо проиграет. Я знаю, что Камил Гаджи, его сын болеет с Динамо. Гаджи, Ракета, пусть он это не слышит, но мы переживали, что Динамо может выиграть и пропустим арену. Все сложилось, как мы хотим. Как бы ты ни хотел, не могу не затронуть тему с Хайбати. Немножко вообще расскажи о том, будет ли вообще он представлять данную лигу. Возможно ли бой также с Чоршем Бе. Выйдет ли он в клетку АМС Файтнесс Глобал? Нет, его вообще в лиге больше с нашей не будет. Был Хайбати, нет Хайбати. Ничего личного, просто все уже, ну, упало. Все, короче, вот так скажу. Окей, и будет ли данный промоушен, возможно, как и раньше, например, Файтнесс Глобал проводил бои на кулаках? Возможно ли что-то подобное, или все же вы будете акцентировать внимание только на ММА? У нас есть компания-маркетологов, которые предлагают нам сейчас открыть кулачку. Пока мы думаем, наверное, скорее всего, это будет июнь-июль. Если мы точно утвердим, то, скорее всего, мы откроем такую лигу. Окей, в завершении боя, один из самых, вот, наверное, которые ждут фанаты боя, Владимира Минея, Магомеда Исмаилова. Почему на такой поздний срок, почему октябрь? Октябрь, потому что сейчас Мага очень долго шел к этому бою. Он поздравился четыре боя, пару раз его бои срывались, и он не отдыхал практически перед всеми своими боями, и нужно было понять с пандемией, что произойдет. Поэтому мы хотели, чтобы этот бой пришли все болельщики ММА посмотреть, насладиться этим боем. Поэтому мы выбрали 1 октября. Мага сейчас отдыхает, он был в Занзимбаре, сейчас он в Египте, он хорошо проводит время, настраивается, чтобы потом уже провести замечательный лагерь. Владимир Минеев также не сидит на месте, он, кажется, будет проводить бой в июне месяце, как вы понимали, в мае по КИКу. Вот так вот, разогревочный бой, так сказал он, у себя в инстаграме. Поэтому, наверное, сейчас мы проводим очень много турниров, сейчас мы будет Владивосток, потом у нас будет Красноярск, скорее всего, июнь Казахстан, и, возможно, Бурятия тоже будет у нас летом, и уже 4-5 турниров мы проведем, и будет уже так, чтобы болельщики смешных наборств не останутся без зрелища, поэтому все будет нормально. И про вес. Как вообще ребята согнали? Утром прошла предварительная процедура. Очень многие, я слышал, наоборот, меньше весят, почти на килограмм. Вообще какая ситуация вот в этом вопросе? Какие-то сюрпризы были? Вроде в главном бою вечера, что-то там, какие-то сюрпризы, кто-то заранее пришел, что-то вот в этом вроде. Знаешь, наш спортивный директор Имам и его команда Марат, матчмейкеры наши, они поработали, я считаю, что на 150 процентов. Не было ни одного человека, кто не сделал вес, были проблемы с весом. На этот раз прошло все просто великолепно. Я просто, ну, это не то, что там спортсмены к этому хорошо подошли. И им надо отдать должное, но это все работа Имама и его команды, скажем так. Потому что я вижу, что Имам с каждым боем, с каждым турниром набирает и набирает. Поэтому в будущем это будет один из самых топовых. Я вас уверяю, это будет и спортивный директор, и матчмейкеры, все взятое вместе, и организаторов. Имам, у него большое будущее. Нарима, где ты проходил ваши сборы? Чем-то отличалась подготовка? Саламу алейкум. Я нигде не был в сбору. Готовился у себя родины, в Азербайджане, город Паку, клуб Кабеля и ТТФайт клуб. Это подготовка, ну, это бой уже я знал, как защищал в сентябре свой титул. Знал, что мне бой поставил Шамилам Мирову. Готовился. Вот. Подготовка, как всегда, идет. Сейчас победа будет со мной. Почему ты думал, что Амиров не сделает вес? Ну, потому что он никогда не дрался 70 килограмм. Я не слышал, я не видел, когда-нибудь, чтобы он дрался 70 килограмм. Да, он дрался прямо с четвертым весом, а 70 килограмм я его не видел. За это чуть-чуть сомнений было, но он разгонял весь. Молодец. По-твоему, весогоночный процесс, вот эта ситуация, она ослабит его или, наоборот, даст больше мотивации? Мне или ему? Ему. Ну, у меня разницы нет. Это он, как мужик сказал, как мужик разгонял вес на 70 килограмм. Это, как сказать, это он слово дал, и он должен был делать и сделал. Молодец ему. Все. Окей, я слышал, утром было какое-то недопонимание, с учетом того, что не было представителей твоей команды во время взвешивания, когда он становился на весы. Об этом расскажи, что произошло. Ну, что-то они, да, этот, взвешивание 5 минут, как, вперед, они уже взвесились, и должно было 9.00 начинаться взвешивание, а они зашли взвешивание 8.55. А за это чуть-чуть недоразумения было. Все, мы видели видеоролик, посмотрели, что он взвесил. Все. У тебя были какие-то сомнения, что организация может как-то лояльнее к нему отнести, что это в этом роде, или что-то другое? Или здесь какой-то принципиальный нюанс играл роль? Ну, честно говоря, организации, я, как сказать, верю, что доверяем, им разницы нет. Он должен быть гонять, как спортсмен, у них на контракте, им не важно, как сказать, неинтересно, он гонял, и не будет это. Они, представляете, мне показали видео, я посмотрел, что он в часы на 70-700 плыл, вот и все. В этом отеле я еще не пересекался с ним, вы живете даже на одном этаже. Увиделись ли вы уже или нет? И, честно говоря, я, как приехал сюда, его не увидел. А так это, ну, как сказать, мы же не враги, это бой. Я все покажу, инща-аллах, 10 апреля, как сказать, об октагоне, все вы увидите. Шамиль, ты предложил Нариману по рифту, что в случае победы соперник отдает весь свой гонорар победителю. Не считаешь это слишком рискованным? Рискованная она для тех, кто в себе не уверен, наверное. Я был в себе уверен, почему я должен сомневаться в себе, если сомневаются. Если во мне кто-то сомневается, это их проблемы, значит, они и в себе сомневаются. У меня с этим проблем не было. Если я сказал, нас научили и предки, и старшие братья, с кем мы растем, когда мужчина сказал, он сделать должен обязательно. Поэтому я был в себе уверен, что я руку отрежу, но встану на весах. По-твоему, чем отличается азербайджанская и дагестанская борьба? Сила воли, мужество, характер – это не отнято у дагестанцев. И никто не заменит ни в одной точке мира, я вот так скажу, именно в вольной борьбе. Вот я сам вольник и знаю, бывал в разных странах и уровень подготовки видел ихних. Поэтому я уверен, что вольная борьба в Дагестане – это другой уровень. Есть, конечно, какие-то определенные нюансы, которые наших спортсменов подводят. Но это, скажем, улучшает. Мы узнаем медицину лучше, наши спортсмены развиваются и становятся лучше потихоньку. Если по стобальной шкале мы оцениваем дагестанскую борьбу, то азербайджанскую в каком процентном соотношении оценишь? Так, на скидку. По стобальной шкале, если так взять, посмотреть, кто в Азербайджане сборный. По-моему, там в основном и дагестанцы наши ребята все в сборной. Я не знаю, кто у них там. Может, есть трое там ихних. А так, в основном, уже наши. Я и сам когда-то, когда боролся, мне они предлагали Азербайджан за их выступать. Но я отказался. Я и в России был призером тогда. Я думал, лучше я буду приселять свою республику, да, свой Дагестан. Поэтому результат очевиден, думаю. По стобальной шкале это, наверное, 80 у, как говорится, Дагестана. И если Азербайджан, 30. Немножко расскажи о своей подготовке. Где она проходила, с кем, кто помогал, наставлял, подсказывал, советовал? Так, подготовку я провожу всегда в городе Каспийске. Часто бываю, езжу в спортивный клуб. Там, Агат. В этот раз мне и помогал Мурат, Гаджи Мурат. Это главный тренер по грейплингу, болевые. И в основном у себя в клубе Аркада в городе Каспийске, который дал нам за пересейв. Вот я и мои старшие братья. В основном всегда старшие братья помогают. Это вот Султан Алиев, тоже боец. И всегда, как старший брат, он всегда дает нужные подсказки. И научил, можно сказать, то, что сегодня я умею. Я просто мог ноги пройти и повалить. А сегодня то, что я умею, это каждый день тренировок с ним, наверное. Он мне подсказывал. И сейчас я уже лучше себя чувствую и уверен в себе. В прошлом бою ты дрался за пояс с Бекрёвым, сейчас с Абасовым. Какие ошибки вообще выписал из прошлого, возможно, поединка? С Бекрёвым? Конкретно насчёт ошибок. Мне никто, по-моему, ничего не сказал. Сказали, что я бой выиграл, всё нормально. И всё делал хорошо, контроль был хороший над тем, на чём я работал. Именно какой был у нас план, какой мне план ставили. Я выполнял его на... Отлично, можно сказать. Да, чуть-чуть нарушил правила. Где-то там сзади пах попал. Ну, не более. Другие нарушения, с которых сняли меня балл. Это просто судья решил помогать своему товарищу, другу. Так. Насколько сейчас готов к бою? Твоё состояние какое оно? Мотивирован, заряжен. Хочу выиграть второй пояс. Чуть-чуть даже мотивирует то, что не было ещё на файт найти двух весовых чемпионов. Это тоже мотивирует. И состояние... Состояние... За состояние ничего не могу сказать. Я первый раз в жизни согнул такой вес, если быть честным. Завтра моё состояние мне покажет. Ну, если всё пойдёт хорошо, то я был готов на... На пять раундов я был заряжен. Почему решил вообще сменить весовую категорию, Шамили? Как вообще это отразилось на весогонке? Почему решил сменить? Вот, когда выиграл пояс М-7, Приехал домой с поясом и подарил пояс папе. И видел у матери сияющие глаза, то, что она тоже хочет. И пообещал ей тоже, что следующий нижний пояс я заберу для тебя. И вот эта мотивация сегодня заставила меня и вес согнать, и кто сомневался, Может быть, они не так знали о моей мотивации, вот пусть знают, какая была она у меня. То есть следующий шаг ты на два веса поднимешься вперёд? Что-то в этом роде? Собираешься? Следующий шаг мой будет, я ещё не думал, следующий шаг я просто хочу отдохнуть. Я устал, честно сказать, я уже после Бекрёва, я долго готовился, даже не отдыхал, можно сказать. И на Абасово там тоже, этот, переносили бои чуть-чуть, и весогонка постоянно. Это всё у меня чуть-чуть, я устал от этого. Я просто хочу провести бой, встретить Рамадан, этот месяц спокойно, и о том уже думать о дальнейшей своей судьбе, и как двигаться дальше по жизни, посмотрим. Кстати, в завершении мы разговаривали с Нариманом, он отметил, что также и он, и спортсмены, и участники говорили о том, что ты пришёл на завешивание утром за минут пять, по-моему, заранее. Взвесились, было какое-то недовольство со стороны команды соперника, потому что не было их представителей. Что произошло вообще утром, расскажи об этом. Утром, когда говорят в девять часов взвешивания, наверное, даже когда тренировка начинается в пять часов, мы должны проходить без пятнадцати пять, переодеться, подготовиться, встать в строй. Здесь вопрос был такой, в девять часов не опаздывать, мы пришли туда за десять минут. Уже там было много спортсменов, много тех, кто гонял, кто взвешивался. Не один взвешивался, было много спортсменов, которые видели, которым было всем интересно, которые, когда я встал, все посмотрели, свидетелей было очень много. Но что-то я взвесился, ну, может, не в девять ноль-ноль, как они утверждают, может, я на восемь пятьдесят восемь взвесился. Ну, были руководства Файтнайта, которые зафиксировали, много было свидетелей, которые видели, а того, что их там не было, это же не мои проблемы. Значит, надо быть чуть-чуть пунктуальнее, чуть-чуть на пять минут раньше прийти, или что, я не знаю. Ну, это не мои проблемы. То, что я должен был сделать, я считаю, я сделал. Но они потом и ко мне в номер пришли, начали спрашивать, сделал, не сделал. Такие чуть-чуть. Я уже понял, что психологически я их сломал своим весом. Так что уже в этот момент я понял, что один раунд я забрал как минимум. Готим, второй бой в АМС Файтнайта с Гопал, уже за титул. Расскажи немножко о том, как вообще так получилось. Даже как таковой получилось, я не знаю. Я хорошо выиграл одного претендента, сделал громкое заявление и вызвал сразу Дмитрия Бекрёва. На тот момент это было такое, ну, логическое, хорошее завершение было. А сейчас уже объединился АМС и Файтнайт, сейчас уже больше бойцов. Ну, сейчас такого шанса, возможно, и не будет, потому что бойцов очень много стало. На тот момент было поменьше. Можно сказать, вот, за счет того, что выиграл хорошего претендента и сделал громкое заявление, мне дали титульный поединок. Готи, ты чеченец из Казахстана, который представляешь Казахстан. Немножко расскажи о публике, о поддержке. Больше все-таки преимущественно встречаешь фанатов, болельщиков из Казахстана. Насколько они вообще реагируют на твои успехи в спорте и чеченцев? Да, я чеченец из Казахстана. Я уже 17 лет там живу, там вырос, можно сказать. Родители у меня из Казахстана тоже там родились. Какое-то время проживали в Чечне. Больше поддержка ощущается со стороны, конечно, казахов. Возможно, как чеченцы меня мало знают, именно с самой Чечни. В основном родственники, друзья, одноклассники. Но после этого боя, я думаю, много кто узнает обо мне, как и о чеченце. Так что благодарен всем, кто болеет, кто не болеет. Так что огромная благодарность казахским болельщикам, которые, можно сказать, сделали меня. Что значит для тебя завоевать титул чемпиона? Это определенный шаг, ступенька к более высшей цели, к которой мы стремимся в этой спортивной карьере. Тактика Бикрёван. Что ожидаешь от него в поединке? Первые два раунда он будет очень взрывным. Захочет, скорее всего, руками попасть в меня. Он взрывной хороший боец. Возможно, он будет время продлевать до конца пяти раундов, потому что у него есть опыт пяти раундов в боях. Но это бой, это пяти раундовый бой. Это самый такой горячий бой этого турнира. Все ожидаю. Так что к чему-то определенному готовиться нельзя здесь. Ты тренировался в Чеченской республике и в Казахстане. Все-таки подготовка к поединкам для тебя лично где лучше, преимущественнее? К сожалению, в Чечне я не тренировался. Я проходил сборы у себя в Актюбе, в Казахстане. Три этапа сборов у меня было. Вся подготовка там была. Единственное, мы вызвали со всего Казахстана спарринг-партнеров. Также с Россией вызвал я одного спарринг-партнера. Но об этом попозже, я скажу, после боя. Так что хорошо подготовились в Казахстане. Багам, почему изначально твоего боя не было в Карде? Как вообще образовался этот поединок? Вообще изначально в Карде я был. Месяца два с половиной назад я был там. Но по какой-то причине, мне неизвестно, меня оттуда убрали. И вот буквально дней 12-10 назад меня обратно вернули туда. Наш брат Амир, Амир Мурадов, набрал на скорую руку, тап-тап-тап свою эту сделал и вернули меня в карту. И там, ну, получается, в середине где-то, в середине карты, но нормально. Главное, соперник хороший мне, главное, чтобы подраться. Что ты скажешь реально о сопернике? Эдера Созе, смотрел его поединки, что думаешь вообще о его спортивной составляющей? На сегодняшний день он идет из серии двух побед. Не избитый летчик, как говорится. Не как там, например, тот же Фалькао, который мы там в видеоролике отправляем. Последние пять поражений. Этот с победами идет, настроен. Вроде бы тоже драться сейчас. Весь гонял. Ну, к бой подошел профессионально, я как вижу. Поэтому соперник хороший на сегодняшний день. Окей, и о лагере. ВВ Кэмп. Как у вас с чем функционирует? Как работает? Да, конечно, бойцов в клубе наш. Все работаем, все в такой же команде. Братский теплый коллектив. Работаем по всем вызовам, готовы. По любому виду на спорте. Мурат, удивишь стойки или все-таки будешь стараться демонстрировать мастерство в борьбе? На самом деле, какого-то конкретного такого желания нет удивить стойки или удивить борьбе. Будем действовать согласно ведению боя, как по ходу дела пойдет. Если будет комфортно работать в стойке, поработают в стойке. Если чуть почувствую какой-то дискомфорт, конечно, перебазирую сразу свою родную, вольную борьбу. Так, расскажи немножко о происхождении этого боя. Как подписал контракт? Что знаешь о сопернике? Я уже договорился непосредственно еще после операции. Я уже как бы на апрель договорился, когда узнал, что юбилейный турнир будет. И я еще не успел этот бандаж снять, как начал уже готовиться. Готовить себя к тому, чтобы за эти короткие сроки успеть к этому апрельскому карду. К холалаху все получилось. Конечно, не в максимальной форме, не в физических кондициях. Но такую картину, короче, картину, форму нарисовали, короче. И в стойке успел поработать, и побороться успел. Поэтому решил только непосредственно месяца 3-4 назад подойти к этому бою. Расскажи немножко о тренировках в ММА. Ты заметили в твоих социальных сетях и с работой с Рустамом Хабиловым, с Хабимом Латвердиевым. Об этом немного. С Хабиловым мы познакомились еще в Таиланде, когда я готовился к своему первому дебюту. И с того момента он для меня очень такой серьезный наставник, опытный. Я иногда, бывает, посреди недели могу к нему позвонить, обратиться и сказать, Руслан, у меня вот такой вот момент не получается. Или скажи, как я буду себя чувствовать в той или иной ситуации, если попаду в такое положение. И вот так мы с ним связываемся, периодически встречаемся. Где-то в зале моментами обмениваемся опытом, так сказать. Мы рядом заметили Рамазан Исмейлова, брат Магомеда Исмейлова. Немножко расскажи о вот этом вашем сотрудничестве. Что за тренировки, над чем работаете? Работаем над тем стилем ведения именно в стойке, который мне больше по моей ортопометрии, так сказать, подходит, по моим физическим данным. Знаешь, не хочешь раскрывать секретов тренировок? Скорее интересен человеческий фактор. Именно Рамазана, мы видим, он такой же позитивный, как его брат. Расскажите, вот этой атмосфере, насколько она заряжает. Она более чем заряжает. Я впервые встречаю человека, который по энергетическому статусу меня существенно превосходит. Не то, что там обгоняет, а прям существенно превосходит. И я иногда уже, у меня уже от его энергии уже гасится моя энергия. Поэтому у нас очень заряженная такая команда эмоциональная. И я думаю, я попал как раз в ту атмосферу, в которую мне нужно было попасть. Расскажи, Анзор, как появился этот бой и что способствовало его созданию? Ну, как-то у меня брат старший близко дружит с Амиром, Мурадовым. И как-то они вместе сидели в Москве здесь. Я с братом разговаривал и заодно с Амиром познакомился. И Амир мне сразу дал такую возможность. Большое спасибо Бараку Аллахиму за это. И сразу же поставил в карту. И вот так и получилось. Ты провел уже несколько поединков в ММА. Насколько сложно бить людей, а не бороться скорее, не быть в этом ампула? Потому что ты много лет тренировался, занимался борьбой вольного стиля. Ну, когда ты уходишь в клетки, ты уже понимаешь, или тебя будут бить, или ты его должен быть. Одно из двух, короче. И поэтому как-то, ну, мне как-то больше нравилось драться, когда я боролся. Ну, я долго шел к этому, не мог определиться, нужно мне, нет. Потом, когда попробовал, и понравилось. Все окружение мы замечаем. У тебя большой список друзей, бойцов, смешанных единоборств. Борцов замечаем, у Шапочка Иисуфа Раисова. Как вообще друзья отреагировали на то, что ты будешь заниматься смешанными единоборствами, а не пробовать тебя так же дальше в борьбе? Нет, друзья, да, многие. И тогда мне говорят, надо попробовать, попробовать. Я как-то отказывался всегда, не хотел, не лишался. Потом, когда-то уже начал, нормально поддерживают, радуются. Нормально вроде бы, четко все. Все твое, закрепляешь себя в ММА, или все-таки ты будешь, может быть, пробовать себя на турнирах и по борьбе? Нет, такого интереса вообще нет. Чисто только если тренироваться в зал, хожу я стабильно в зале. Так себя пробовать, но все равно, наверное, обороться, это как-то, не знаю, мне больше нравится драться. Вначале ты сказал о том, что, про брата, о том, что Ахмед Шикаев, он знаком с Амиром Мурадовым. Вот, его интерес вообще к смешным единоборствам, он не повторит эту историю? Потому что мы как-то беседовали с ним, он говорил, что вполне возможно, что он проведет поединок. Не в ближайшее ли это время? Нет, ну, он пока тоже так же не может определиться. Пока он будет бороться, он хорошо себя чувствует, он уверен в себе, он не собирается оставлять борьбу пока. Ну, пока такой определенный, так он моментом, в зал бокса там рядом у нас залетает, боксирует там, бывает аккуратно. Так, пока, ну, такого нету, чтобы там уже уверенно решил, что он будет драться. Так, все возможно в будущем, посмотрим, как получится. Нурло, как и где проходила твоя подготовка? Моя подготовка проходила первый этап в Дагестане был я, второй этап в Москве в клубе Evol Gym. Прошел два месяца подготовку, сделали весь, восстанавливаемся, иншаллах, завтра бой. Так, сегодня проходит мероприятие face-to-face, сегодня также проходило предварительное завешивание рано утром. Вот, от одного мероприятия к другому ты набрал где-то, наверное, килограмм 7-8, вот, в очень хорошей форме, утром был очень истощенный. Вот, как вообще сейчас себя чувствуешь, немножко о состоянии? Состояние сейчас, алхамдулах, нормально. Как было утром? Утром, ну, чуть истошенный был, ну, весь, ну, еще килограмм перегнял. Сейчас нормально, восстанавливаюсь, вот, еще думаю, да, завтра, до завтрашнего вечера будет вообще отлично, буду себя чувствовать. Ваш бой заявлен на 75 килограмм, так все же, ты к какому дивизиону себя относишь? Легкому или все-таки полусреднему? Ну, я легкий вес, я для полусреднего веса, чуть маленький, но однажды делюсь и в среднем, и в легком. Сейчас вот потихоньку спускаюсь, опять в легкий вес, в начале, в следующем бою, думаю, поделюсь в легком весе. О высказываниях Кирилла Крюкова. Очень хочется услышать тебя, нельзя не упустить этот момент. Он сказал о том, что да, ты, может быть, и Хабиб, но с Алиэкспресса. Вот, как вообще отреагировал ты на эти слова? А вот это что вообще с Алиэкспресса, я вообще не понял. Алиэкспресс это такой сайт, где продается, ну, наверное, далеко не прям оригинальные вещи, некачественные. Ну, что-то вот приближенное к этому. Такое, может, левые. Я из себя там не считал, типа, я, все, я, у него борьба, но Хабиба на высшем уровне, еще я, у меня борьба не до такого уровня. Я завтра в клетке, ну, посмотрим, как будет. А так, что я могу сказать? Пусть говорит, что хочет завтра в клетке. Кстати, хочется немножко о профессиональных качествах поговорить с Кириллом. Расскажи о том, смотрел ли его поединки, что вообще скажешь о нем, о его технике. Вот именно спортивные нюансы. Что я могу сказать? Ну, он ударник, он руками и ногами бьет, не борется. Я тоже и бью, и борюсь. Думаю, будет отличный бой. Сейчас в отеле мы заметили, наверное, человек 10, которые тебя поддерживают рядом. Хотя, поговорив с твоей командой, я узнал о том, что их было раза в 3-4 больше. Вот, что произошло? Не давит вот это огромное количество людей, когда рядом, когда ты истощен, когда ты думаешь о поединке? Ну, вчера они все хотели прийти. Брат мой сказал, чтобы никому не прийти. Я сам с ним спал. Утром взвеселись. Потом они уже, не спрашивая никого, сами начали приходить. Ну, все мои близкие, которые, ну, человек 20-30 здесь были. Потом им сказали, что объяснили, не надо так. Некоторые ушли там, некоторые там 10 человек остались. Думаю, после фейс-тофейс они тоже уйдут. Потом утром уже 900 билетов купили таджики. Не знаю, что будет в зале. То есть на этом турнире огромное количество людей будет, представители из Азии, болельщики из-за отмят? Каджикистан, ну, нам дали, на мой бой 900 билетов дали. Баха, Баха, Джалалов все продал, уже нет ни одного билета. Что у тебя в голове в тот момент, когда ты понимаешь, что такое количество будет оваций, такое количество поддержки? Это, ну, реально, это морально не тяжело, вот в психологическом нюансе? Я вообще не знаю, сейчас не думаю об этом. Сейчас у меня только восстанавливаюсь так. Может, завтра уже будешь думать о боях, что, как будет там. Но есть же переживания. Завтра, наоборот же, это звук, там, это мотивацию дает. Заряжен становишься. Что могу сказать? Вещало нормально будет. Этот бой может стать претендентским. Что думаешь о поединке Бекирев-Дозаев? Ну, и Бекирев хороший ударник. Дозаев тоже, ну, бьет и борется тоже. Не знаю, у них тоже будет отличный бой. У них тоже, ну, с Бекиревым мы хорошо общаемся. Не знаю. Главное, завтра пройти бой. Потом можно думать уже о следующем бою. А что думаешь о поединке Нариман Абасов и Шамиль Амиров? Ну, оба тоже, я, как бы сказать, это спорт. Может, один удар может все решать. Оба хорошие, достойные парни. Ну, с Нариманом мы в Таиланде подружились. Уже два года назад, два года назад. Был общая. Ну, хороший парень. И Амирова тоже знаю. Хорошо. Я желаю им обоим, ну, чтобы без травм было. Буду смотреть их бой. Мы рассказали вам о том, как спортсмены-участники подготавливались к турниру AMC Fight Nets Global 100. Это юбилейный турнир, и поэтому мы постарались максимально описать их эмоции и также рассказать о дальнейших планах. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта. Субтитры сделал DimaTorzok